Здравствуйте, друзья! Сегодня я, украинский историк, расскажу вам о том, что удивляет и шокирует украинцев в россиянах, в их позиции по отношению к войне России против Украины. Ну, то, что многие прячут голову в песок, то, что многие искренне ненавидят и хотят пограбить, мечтают пограбить украинских крестьян, украсть у них дома, квартиры, унитазы, в этом, собственно говоря, ничего странного нет. Что странное, так это лживость российская, совершенно неимоверная, когда люди врут себе, врут всем вокруг, называют СВО, потом рассказывают, что они в Украине спасают украинцев или спасают негров африканских в Украине боями. Это, собственно говоря, лживость тоже очень удивительная, но мы уже в Украине перестали удивляться. Чему мы до сих пор не перестаем удивляться, так это отсутствие в россиянах стыда. То есть русские демонстрируют, очень многие, я не говорю обо всех, о 100% конечно же говорить невозможно, но огромное их количество демонстрирует то, что им просто совершенно не стыдно. То есть, грубо говоря, они считают, что нападать на других, отбирать у них, воровать, убивать, это нормально. Вот те, у которых нет стыда, они считают, что это все нормально. То есть, мне кажется, что жители тех стран, в которых есть россияне и которым не стыдно, они должны понимать, что у них живут такие же люди, которые мечтают их убить и у них все отобрать. То есть, отсутствие стыда это такая вещь, которая демонстрирует действительное намерение россиян. И вот этих бесстыжих россиян огромное, просто огромное количество, как среди людей в самой России, так и за рубежом. То есть, что значит это отсутствие стыда? Я вам напомню, что российский историк Василий Йосипович Ключевский сказал, что человека можно определять как существо стыдящееся. То есть, он отличается от других тем, что ему стыдно. Ну вот, например, собакам тоже стыдно, а даже котам, по-моему, стыдно, а свиньям, например, не стыдно. И вот, если человек это существо стыдящееся, а россияне это существо бесстыжие, то мы получаем очень интересную историю, которая состоит в том, что россияне считают массово, причем, что грабить, убивать и так далее, это все нормально. Что для них воровство нормально, что массе в своем, понимаете, не 15%, не 20%, не 30%, не 3%, а 80% или 90%. То есть, вокруг в России живут такие люди. Собственно говоря, вот эти огромные затраты на охрану в России, огромные затраты на всяческие большие заборы, на огромное количество всяческих запретительных мер, они являются свидетельством того простого факта, что огромное подавляющее большинство россиян при наличии возможности что-то украсть или кого-то безнаказанно убить и обокрасть, они, конечно же, бы это сделали. И если мы приезжаем в нормальную страну, мы видим вокруг людей, которые, в принципе, благожелательно настроены друг к другу и к другим людям, то в Россию мы приезжаем и видим существа бесстыда, которые, если бы им за это ничего не было, они бы с радостью украли. Вот последствия, собственно говоря, вот этой бесстыжисти россиян. И это именно та вещь, почему сейчас начинают немножко на россиян по-другому, мягко говоря, смотреть во всем мире. Потому что из них приезжает 100%, из них 80, ну 100 человек приезжает, из них 80 или 90 человек хотят обворовать, украсть и убить всех вокруг. Поэтому русских перестают пускать в другие страны. Я вам попозже скажу, почему это происходит, почему у русских такая особенность, но сейчас я вам покажу, что это совершенно не новая вещь. Вот как, например, писал об этой бесстыжисти Джон Перри, английский капитан и инженер, работавший в России с 1698 по 1715 год. Работа его называется «Русское государство, российское государство под современным царем» 1716 год. И вот что он пишет. «Москвитяне постоянно перетолковывают свои слова наоборот и изменяют своему слову. Вследствие этого в этой стране между иностранцами существует поговорка. Если ты хочешь знать, честный ли человек русский, то посмотри, растут ли волосы на его ладони. Если нет, то и не жди честности. Когда москвитяне льстят, тратя ласковые слова и склятвы уверяют вас в своем уважении, что является обычным их способом поставить вас в зависимость от них и что они делают как в отношении друг друга, так и в отношении иностранцев, то вы всегда будьте настороже и должны быть уверены, что они намерены предать вас. «Чувство стыда так мало развито у россиян и так мало связано с понятием о низменном деянии, что быть хитрецом в народе считается похвальным качеством. Они говорят, этот человек понимает мир и, несомненно, преуспеет». То есть он как Путин, как раньше говорили о Путине, что он всех обманет. О честном человеке они говорят «он глуп и не умеет жить». Вот как «он хлуп не умеет шить». Они так мало уважают свое собственное слово, то есть россияне, и понятие о чести в истинном ее понимании имеет для них такое малое значение, что в их языке не существует даже слова, чтобы выразить это понятие. И вот мы приходим к тому, что в России есть какое-то количество людей, которых они считают юродивыми, которые имеют понятие о совести. И есть 90 или сколько-то там процентов, которые ничего подобного не имеют, которых если пустить куда-то в иностранный отель, они обязательно сопрут тапки. А если их дать возможность своровать, они обязательно своруют. Это такая история в России. Собственно говоря, потому их никуда пускать и не будут. И вот эти люди, которые приезжают в другие страны, россияне, я подчеркиваю, это как правило не самые тупые. Ну то есть это как правило люди, которые там немножко хватило им ума что-то заработать. И они все равно недовольны странами, недовольны другими людьми, короче всем недовольны. То есть и при этом полное моральное отупение, некроз морали, полное отсутствие. Они как бы внешне выглядят почти как остальные люди. Ну то есть нужно присмотреться, чтобы русского отличить от других людей. Хотя это возможно. Но вот это полное отупение морали даже у многих профессионалов, которые там остаются профессионалами. То есть понятие о совести и о стыде отсутствует у большинства. Это точно так же, кстати говоря, как писал в свое время Геродот в пятом веке до нашей эры о андрофагах, то есть о людоедах на территории современной центральной России. Он писал, что у них нет ни правды, ни закона. Вот до сих пор это все в России. И мы понимаем, что это конечно же в том числе и от слабости. Вот это отсутствие морали. Почему? Потому что мораль это некая вещь внутренняя в людях, она трудозатратна. Она требует энергетических затрат некоторых от людей. А у людей, у которых нет этого излишка энергетического, то есть которые слабы сами по себе, они конечно же на морали не способны. И даже среди тех, кто вроде бы высказывается против Путина, и это особенно характерно, особенно интересно, очень много людей, россиян, которые в действительности никакие не принципиальные противники режима. Они просто высокомерные приспособленцы, которые считают, что им все должны, которые считают, что им не повезло с чем-то там. Ну короче, для себя они никогда не виноваты. То есть они никакой моральной проблемы внутри себя вообще не видят. То есть, ну отсюда наглость, агрессивность и такое чрезмерное, не то что гордость, а какое-то вообще такое тщеславие своим местом, своей кочкой, каким-то своим даже самым богим происхождением. То есть недавно показывали видео, где россиянин бьет чуваша на войне. Этот чуваш что-то там выпил, но этот русский его бил не за то, а просто для того, чтобы показать, что он выше этого чуваша. Вот, демонстративно его лупят. И так русские лупят друг друга во всей их стране. Вот. С чем это связано? Многие это связывают с психологическим состоянием в России. То есть там огромное количество насилия, огромное количество различных травм психологических. То есть люди просто не в себе. То есть тюремный психоз, диссоциативное расстройство личности, когда люди просто, чтобы уйти от стрессов, начинают себе выдумывать другие всяческие идентичности, посттравматическое расстройство, сопутствующий алкоголизм и так далее, и так далее. Вот это вот все. Но главное, конечно же, не столько в этом, как в том простом факте, что от людоедов Геродота до современных россиян не так и далеко, не так и много времени. То есть, по сути, Россия относительно недавно из каменного века. Это известный, общеизвестный, собственно говоря, факт. То есть на территории Залесия первая металлургия появляется где-то тысячи на четыре лет позже, чем в остальной Европе. И эта же металлургия не просто сами по себе металлы. Это совершенно другое способности к выживанию и способности к развитию и так далее. То есть каменный век – это люди дерутся за кость. Если вы хотите понять современную Россию, вообразите, что в ней с утра до вечера все дерутся за кость. И чтобы обмануть, иногда друг к другу втирают какую-то чушь, какие-то скрепы. Кто кого обманул, тот и молодец. Войну войной не называют, а с дебильной улыбкой говорят, что это ситуация. Требуют уважения к себе, как только попадают в свободную страну. Но совершенно не проявляют уважения к местным обычаям. И в то же время требуют себе тех прав, о которых они в своей собственной стране даже и помыслить не могли. Поэтому Россия – это результат того, что на ее территории население перескакивало вот этот период первобытно-общинного строя. Ничего из него, скажем так, кое-что, конечно же, получало. Но другой строй, следующий, рабовладельческий, феодальный. Но рабовладельческий, собственно говоря, до сих пор продолжается в России, по сути. Потому что, как оказывается, государство, то есть царек, может из людей делать рабов, и они даже не дрыгаются, они даже не сопротивляются, никаких восстаний спартака нет. Все готовы делать так, как ему кажут. То есть прогуляли феодализм с его автономией городов, с его иерархией, с собственной многими различными дифференцированными иерархиями, которые были альтернативны царь Канда. Прогуляли Махдебургское право, не прошли. Боярство в том числе, поуничтожали в 16 веке, зачатки какого-то там автономии. И капитализм прогуляли, потому что реального капитализма в России, это где-то там с 870-х до 914-го года возможно было. То есть лет 30 было реального капитализма. А вот то, что в России, это совершенно не капитализм, это потому что нет права собственности в России. И любой из олигархов, это просто держателя общака на сегодняшний день. То есть все они держат общак банды, то есть Путина, все эти олигархи. Кому-то там какой-то процентик капает, он этот процентик от этого общака что-то там может делать для себя лично, золотить свой, позолотить свой унитаз. Но вообще российские олигархи, это жалкое зрелище. Они больше рабы, чем средний какой-то фермер в Украине. Российские олигархи, больше рабы, чем обычный украинский фермер. И гораздо просто не то что больше, украинский фермер он не раб, он свободный человек. А российские олигархи, они рабы просто в золотой, так сказать, в позументах всяческих, позолоченых. Вот. И если народ прогуливает капитализм, там феодализм, вообще все прогуливает из первобытного строя, попадает сразу в современность и при этом не хочет учиться, при этом понятия не хочет иметь о таких энергозатратных вещах, как мораль, то получаются современные русские, которые вот есть тем, чем есть. Это, кстати говоря, я совершенно не хочу сказать, что это 100%. То есть среди русских есть очень интересная такая страта, ну сейчас это уже не страта, это отдельные индивиды. почти святые люди, можно сказать, в тех условиях, в которых они живут, потому что честному человеку легко жить где-то в Исландии, да, но в России со всеми мне легко. Вот. Их очень мало, но на них смотрят, как на фриков, как на юродивых, и как говорил этот Джун Перри, англичанин, что он хлоп и не умеет жить, тот, кто имеет какие-то намеки на мораль. Для нас, украинцев, вот эта вся история совершенно удивительная, потому что без какого-то массового понимания, пускай оно будет энергозатратное, но без массового понимания, что есть добро, что есть зло, что какого-то понимания, оторванного даже от собственных личных интересов, общество не получается. Оно будет вот таким, как российское общество. Оно будет все время колотиться в самом себе и не способно ни на какое развитие такое общество. Но россияне этого не понимают. Не понимают. Они живут в действительности не коллективизмом никаким, а очень индивидуалистичны, атомизированы. И им кажется, что они совершенно никак не связаны ни с собой, ни с миром, ни с чем. И, соответственно, можно совершать любые преступления, любое воровство, зайти в какой-то там шведский супермаркет и там, где нет камер, что-то подтырить и так далее. Зайти в Крым, да, и там подтырить, и унитазы у крестьян украинских тоже подтырить, везде все подтырить. И желание, конечно же, потреблять больше, чем производишь. Это желание, вот первобытное желание, ничего не произведя, просто будучи из этой системы координат собирателей, охотников и собирателей, насобирать себе то, что не сажал, да. Вот. Это психология россиян, воровская психология. В действительности, это психология охотников и собирателей первобытных. Вот что такое современная Россия. Если вы хотите понять современную Россию, необходимо читать российских писателей, ну, например, Платонова. Есть такой Платон, он действительно писал как языком первобытных людей и для первобытных людей. или читать какие-то там тексты москвитянские там 16-18 века. Они тоже написаны первобытными людьми для первобытных людей. И, соответственно, понимать, что происходило с Россией. То есть, она не пыталась чему-то научиться у своих лучших людей. Она своих лучших людей истребляла или выдавливала за границу. Это в самом таком щадящем образе. Сейчас и то, и другое и выдавливают за границу и, соответственно, истребляют. Поэтому отличие от других стран постпервобытных в том, что Россия не хочет учиться совершенно. То есть, настолько эта вещь обучение, настолько оно энергозатратно, что просто русские хотят на печке валяться, да, и ничему другому не учиться. Это, конечно, прискорбное вообще зрелище распада страны, России и деградации ее, стремительнейшей деградации, которая ускоряется с каждым днем. Но это закономерно. Это закономерно. Не нашлось тех людей, которые могли убедить там россиян или к чему-то им подвинуть. Я не говорю, что их не было никогда. Они пытались, многие даже лучшие из них пытались что-то сделать. Но, как сказал в свое время император Александр Третий, что Россией настолько же легко управлять, насколько и бессмысленно. То есть, ты их учишь, учишь, они ничему учиться не хотят, хотят только остырить и на печку, и забухать. Вот такая вот правда. И скажите, что это поклёп, что это неправда. Поэтому, друзья, поддерживаем украинскую армию. Ставим лайк, делимся видео. Но самое главное, поддерживаем украинскую армию. Не только на этом канале, хотя благодаря вам мы уже кое-что для наших солдат собрали. В частности, купили 4 автомобиля. Купили там всяческих по мелочам, там много вещей. Там не таких мелочей, по важным вещам. Вот. Там и каски, и что-то, что только они, и автомобили, и запчасти, и так далее, и так далее. Все это благодаря вам, друзья. Я уверен, что вы будете очень гордиться каждой гривной, которую перечислили в этот момент, или каждым долларом. Поэтому, друзья, ставим лайк. С Богом. До ПРМО. Субтитры создавал DimaTorzok